Как вы думаете, кто способен поднять настроение с самого утра? Я считаю, что с этой задачей прекрасно справляется бариста. Всем привет! Я Настя Заечкова, и сегодня я попробую себя в качестве бариста. Здравствуйте, Максим! Здравствуйте! Что мы сегодня будем делать? Мы сейчас приготовим эспрессо, попробуем его на вкус, какой он будет. Будете делать это сами. Давайте приступим. Давайте. Берите двойную закладку, двойный холдер, так как это более правильно. Правильный эспрессо получается с помощью него. Давайте взвесим его. А теперь берете вот у нас забитую двойную закладку, выставляете. Сыпали кофе, теперь мы его разровняем, чтобы он был ровно. Обязательно проливаем, потому что могут быть остатки кофе там, либо что-то еще не нужное, поэтому проливаем. Чтобы эспрессо попадало на холодную чашку. Оп, есть. И сразу же нажимаем, потому что кофе начинает гореть. Ага. Как он находится. Так, смогем. И не нужно ждать. Да, по секунду. Попробуем. Может быть, он даже очень вкусный получился. Как понять, что кофе хороший? Визуально сначала, а потом с помощью вкуса. Ну, визуально он хороший. Ну, в пределах нормы, да. Теперь попробуйте. Он крепкий. Он крепкий, на вкус кислый, горький. Горичский, с кислинками такой. Ну, значит, приделах баланса. И обязательно, когда попробовали эспрессо, запить его водой, потому что эспрессо, ну, и вообще кофе наносит организму вред, если не запирается его водой. Чтобы приготовить стандартную капучину, мы берем одинарную колоду. Так, постраиваем здесь одинарную закладочку. Одинарную, да. Все. Смолываем. Также разравниваем. И темпируем. Берем молоко, да? Угу. И наливаем. Смело пропускаем пар. Спускаем. Оп. Чувствуете, что очень горячо, чтобы его не перегреть? Сразу выключается. И получается как раз тот самый молоток, который надо для капучины. Спускать пара не нужно? Да, обязательно. Потому что, чтобы молоко не оставалось на три, не засохло. Ну, и так же работало всемирно хорошо и качественно, как это было. Да? Да, да, да. Вот. Теперь уберем питчер. Вот как? Вот так. Вот так, да. Чтобы было удобно. Добавляем капельку. Зачем мы это делаем? Чтобы вся горечь, все, что есть, вот так вот размешиваем. Чтобы это все равно размешалось и капучина была более равномерной. Да, сначала выливаем, потом оп, оп. Ой, первый рисунок есть. Очень вкусно. С первого раза получилось. Максим, расскажите, с чего начинается утро в кофейне? Включаю эспрессо-машину, включаю гриль, ну, все, что нужно для работы. Варю фильтр кофе, жду, чтобы он сварился, потому что хочу получить заряд бодрости. Дайте советы юным баристам. Войти обязательно в школу бариста, быть энергичным, немножко самостоятельным, потому что здесь нормальные люди не работают, потому что нужно постоянно общаться с гостями и любить кофе. Максим, спасибо большое за этот чудесный урок, успехов вам и хороших покупателей. И вам тогда удачи, что жду вас в качестве гостя. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!